Медиагруппа «Авангард» представляет Александр, расскажите, пожалуйста, про опыт вашей компании, опыт вашего СОКа по противодействию современным кибератакам с учетом изменившегося ландшафта кибер-угроз. Ландшафт действительно меняется, меняется постоянно, и пандемия в том числе принесла свои какие-то ключевые изменения. То есть мир, понятно, что не будет прежним. Основная часть народа ушла на удаленку, и это стало определенным маркером для злоумышленников. Под ударом стали как небольшие компании, так и крупные корпорации. Практика показывает, что тот же СОК, он сам по себе не работает, он должен обогащаться, он должен приниматься опыт у коллег, у зарубежных коллег, у таких же компаний. Сегодня как раз мы расскажем, наверное, живой хороший пример, как правильно построить СОК на базе государственной компании, на базе существующего СМ решения. Александр, ну это мы обязательно послушаем. И сейчас я не могу не задать этот вопрос, потому что он действительно очень актуален. Может быть, не так близко связано с СОК, центром, но тем не менее. Мы знаем вашу компанию, компания InfoSecurity, как одного из исполнителей работ по внедрению систем безопасности единой биометрической системы. При этом очевидно, что в новом мире, в современных реалиях очень важно и очень полезно обеспечить непрерывный доступ к банковским услугам, другим услугам, при этом по возможности оставаясь дома или где-то еще не покидая свое место, удаленность использования сервисов удаленной идентификации. Расскажите, пожалуйста, насколько действительно сейчас это востребовано и, может быть, чего нам ждать в ближайшее время? Начинает потихонечку востребовано. Народ примерно понял, как это работает, зачем это нужно. Пандемия также внесла свои небольшие коррективы за счет того, что большая часть народа дома. И если раньше это было направлено в основном на маломобильный группу граждан, которым физически сложно отправиться в банк и оформить какой-то банковский продукт, то сейчас это становится уже более-менее повсеместной задачей и актуально для всех. Потому что выходить на улицу условно опасно, а получая услуги удаленно, это, собственно, экономит во всех смыслах и облегчает жизнь. Мне даже самому, как потребителю, очень интересно дождаться, когда эти сервисы будут действительно внедрены. И мне кажется, многие из нас будут с удовольствием ими пользоваться. Продолжение следует... Продолжение следует...